Друзья, всех рад приветствовать на канале Realtek. В этом видео сделаю обзор новейшего обновления MIUI 13 0.10.0. Это стабильное глобальное обновление и оно идет на базе 11 андроида. В этом видео расскажу как оно работает, какие фишки, а также рекомендации касаемо улучшения этого обновления. Буду показывать на примере смартфона Redmi Note 11 Pro 5G. Не так давно приходит это обновление, я уже более недели потестировал его и давайте, как обычно, начнем со списка изменений. Здесь у нас оптимизация производительности системы, улучшение безопасности и стабильности системы. Прошивка, кстати, идет с индексом MI глобальная. Вот, в списке изменений больше ничего не указано. Обновление системы безопасности идет на 1 марта 2022 года. Ну и версия андроида здесь идет старая. Идет 11 версия андроида. Скорее всего, следующее обновление уже должно прийти на базе 12 андроида. Начну сразу с рекомендации. Вот на примере этого смартфона, вот предыдущее обновление, как у меня иногда бывала ситуация, два раза буквально на протяжении двух месяцев. Выбираю, например, музыку. Сейчас не могу показать, потому что этой проблемы уже нет. Так вот, нажимаю на музыку, у меня со смещением сенсор нажимался. Было такое ощущение, что неисправен сенсор. Так вот, друзья, как я решил эту проблему? Захожу в настройки, когда у меня пришло обновление, я нажал вертикальные три точки, скачать полную прошивку. У меня вся прошивка полностью выкачалась, обновилась, перезагрузил смартфон и все, эта проблема устранилась. Поэтому, если вдруг на вашей модели смартфона вот есть какие-то такие нажатия со смещением, то есть нажимаем на музыку, у меня, к примеру, открывается очистка или темы, то есть как будто не рабочий сенсор, то, возможно, вам поможет именно скачать полную прошивку. Также бывает часто, если смартфон тормозит, греется, бывает помогает скачать полную прошивку. Вот на примере этой модели это замечательно помогло. Давайте напомню, если не приходит обновление, вот здесь уже MIUI 13 0.10, тогда можно в настройках, друзья, включать ранние обновления. Вот обновления приходят намного быстрее. Теперь, друзья, покажу скрытую фишку в этом обновлении. Если мы запустим приложение Activity Launcher, нажмем на поиск, в поиске вводим пульс, находим пульс и теперь при помощи камеры и вспышки можно измерять пульс. Давайте покажу, как это работает. Перекрываем вот таким вот образом и держим. И происходит измерение. Дожидаемся вот процесс завершения. Вот у меня идет процесс и происходит замер. Вот достаточно полезная фишка. Если, к примеру, у вас нет фитнес-браслета, нажимаем показать отчет и вот можем посмотреть текущий пульс. Чтобы вывести эту функцию на рабочий стол, для этого зажимаем и удерживаем на Activity Launcher, нажимаем Апп приложение, после чего нажимаем другие разрешения. Включаем здесь ярлыки рабочего стола. Всегда разрешать нажимаем. Запускаем Activity Launcher, нажимаем на пульс на этот и выбираем Create Shortcut. И все, теперь на рабочем столе у меня будет функция по измерению пульса, друзья. Очень удобная фишка. Кстати, на других смартфонах, к примеру, Redmi Note 10 Pro, там тоже уже давно такая фишка есть. Если не знали, друзья, об этой фишке не забудьте поддержать видео лайком. В мере смартфона Redmi Note 11 Pro 5G, камера первоначально, когда была первая версия прошивок, работала не очень. Там шумы наблюдались, не сильно оптимальная картинка получалась. Но с этим обновлением камера стала работать лучше. Фотографии стали получаться получше, меньше шумов, более четкие. В вечернее время тоже хорошие фотографии стали получаться. Поэтому в этом обновлении улучшается качество создания фото при помощи стандартного приложения камера. Но о новых каких-то фишек здесь в приложении камера так и не добавляется. То есть стандартные функции есть. Кстати, чтобы достичь максимального качества, напомню, можно включать 108 мегапикселей. Производительности. Зайдем в приложение безопасность, питание. И здесь, конечно же, есть опция производительности. Она работает. Есть и опция сбалансированного режима, как раньше стандартный назывался. И экономия заряда батареи. Если смартфон негде зарядить, то можно воспользоваться этой функцией. Касаемо тестов производительности, в этом новом обновлении, на примере Redmi Note 11 Pro 5G, производительность здесь не проседает. Все хорошо, как при тестировании процессоров в приложении Geekbench 5, так и общая производительность в приложении у Antutu. И при тестировании на троттлинг здесь идет отличный ровный график. Просадок не наблюдается. И смартфон, кстати, с этим обновлением тоже излишне не греется. Хотелось бы отметить по поводу управления ярлыками на рабочем столе. Можно удалять, отключать на рабочем столе системные приложения, которые вам не нужны. Вот, к примеру, музыка. Раз и удалили. Так вот, если мы зайдем в управление ярлыками на рабочем столе, здесь перечислено у нас 6 приложений, которые мы можем включать и отключать с рабочего стола. На других же прошивках, на других моделях смартфона здесь у нас очень много приложений. Здесь же всего 6. Ну и, конечно же, удаление системных приложений. Эта функция и здесь не доработана. Касаемо плавности рабочего стола, то здесь нареканий нет. Сам интерфейс работает тоже достаточно плавно. 120 Гц проверяйте в настройках, чтобы у вас было включено. 120 Гц дисплей тоже отрабатывает отлично в этом обновлении. Вот, а по настройкам рабочего стола, друзья, что хотелось бы отметить, здесь идет все по стандарту. Но рабочий стол можно прокачать. К примеру, вот установите самую последнюю MIUI Альфа-версию. Скачать ее можно в моем телеграм-канале Realtek. Прямую ссылочку, кому интересно, оставлю в описании под видео. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Realtek. Здесь самая актуальная информация выходит в первую очередь. Так вот, если мы вот таким вот простым образом обновим рабочий стол, у нас добавляется здесь интересная фишка. Если зайдем в настройки рабочего стола, то мы можем изменять скорость анимации. Медленная – это максимально плавная анимация. Сбалансированная – это стандартная анимация. И быстрая – если вы желаете снизить анимацию на максимум, и чтобы смартфон работал как можно быстрее. Вот. И появляется такой, друзья, интересный параметр. Плюс с этим обновлением рабочего стола еще добавляется фишка «Не показывать текст». Вот. И тогда у нас текст на иконках не отображается на рабочем столе. И в настройках таким образом добавляется сетка 4 на 7. Если вдруг вам не понравится это обновление рабочего стола, то можем зайти в приложение «Безопасность», «Приложение», печатаем в поиске рабочий стол, выбираем и удаляем обновление. И таким образом вернемся к стандартной версии рабочего стола. По поводу автономности этого обновления, то здесь все хорошо. Автономная эта модель может проработать около 2-2,5 дней. В таком умеренном режиме интернет серфинг, видео, стандартные задачи. Конечно же здесь идет «Гугл звонилка», но друзья, из нововведений здесь у нас такой крупный номеронабиратель уже идет. И по поводу в настройках, здесь у нас функция «Аон и спам», «Фильтровать спам вызовы» функция и «Показывать идентификатор абонента и спам». Эти две функции здесь есть, но напомню, на андроиде 12 там уже добавляется третий параметр. Напомню полезную фишку в MIUI 13, что мы можем включать боковую панель. И в любой момент времени здесь включаем боковую панель, достаточно удобное решение. В оконном режиме можем запускать любые приложения. И хотелось бы напомнить о функции в расширенных настройках. Расширение оперативной памяти. Вот на примере этой модели можно расширить оперативную память на 3 ГБ плюс к основной памяти. То есть у меня получается 8 будет плюс 3 ГБ. Еще если мы в приложении «Активити лаунчер» в поиске введем «HDR» и то, что в настройках, вот идет «HDR», выбираем. Здесь можно включать «HDR улучшения с искусственным интеллектом». Обработка видео при помощи HDR эффектов для увеличения детализации светлых и темных участков. Вот здесь эта функция через «Активити лаунчер» доступна и можно ее здесь включать. Что, друзья, хотелось бы отметить по этому обновлению. Автономность не стала хуже, даже немножко лучше могу отметить. Производительность не просела, хорошая производительность, хорошая плавность и порадовало то, что улучшилось качество фото. Вот это важно было для меня. Вот у такой вот, друзья, получается обновление и плюс оптимизация производительности системы, улучшение безопасности и стабильности системы. Если придет это обновление, стоит ли обновляться, я думаю, да, потому что вот я уже попользовался более недели и я остался доволен. На этом, друзья, у меня все. Если поддерживаете эту рубрику, не забудьте поддержать видео лайком. Всем пока и до встречи в новых видео.